привет друзья вы на канале цветочный сад у аленушки друзья тема сегодняшнего видео обзор хризантемы всходов хризантемы маточных кустов которые занесла в дом которые хранятся у меня в доме до весны с которых я буду брать черенки то есть если вы видели мои предыдущие видео я выкапывала часть опускала в подвал а часть сажала в дом в горшочке на дно ложила дренаж и осуществляла посадку и сверху посыпала песком вот таком видео мне находится сейчас поросль пошла кто-то из моих подписчиков задавал задавал вопрос вы потом будете черенковать уже допустим сейчас черенкуете и в таком виде буду до весны друзья если в данный момент какие-то черенки черенку и вот сейчас укореняю потому что хризантемы можно укоренять круга круглогодично можно так сказать можно ее и укоренять на улице можно и укоренять и в доме но я с этих же черенков которые сейчас возьму я их посажу крылью посажу и буду с них же опять брать черенки поэтому чтобы много мне размножить я не допустим мне не нужно там пять-десять сколько бой черенков сколько я смогу размножить потому что это для меня очень ценные сорта очень хорошие сорта и корейки и мультифлора которые мне нравятся поэтому друзья я буду сейчас данный момент пока я не черенку я черенковала то что на улице я брала сразу черенки те я укоренила или поросли на улице которые брала или череночки которые с самого кустика брала те и укоренела сейчас которые маточники вот у меня находятся в данный момент вот с такой поростью сейчас время у нас вторая последняя половина ноября да я пока не укореняю друзья вот таком состоянии сейчас находится что я могу сделать я могу просто прищипнуть макушечки для чего буду прищипать макушке сейчас как бы об этом поговорим хризантель хризантема это очень для меня я думаю для многих садоводов очень красивый восхитительный цветок который радует нас обильным цветением разнообразным цветением и для меня все сорта как бы которые у меня есть на моем участке ценны и я стараюсь чтобы все вот эти сорта обязательно как бы сохранились можно рассаживать и весной друзья когда у вас уже вы оставили в открытом грунте у вас появилась поросль когда она будет 5-7 сантиметров мы можем выкопать полностью весь куст замульчированной вот которую мы мульчировали в зиму оставляли да целиком выкапываем отрехиваем землю и выламываем вот эти укорененные побеги друзья которые будут уже идти в открытом грунте у нас весной и также от материнского куста разделить от этого корневища все эти побеги центральная часть которую вот в котором у нас у нас у нас свели в прошлом году это центральная часть весной они взошли все вот эти побеги я обламываю укореняю сажая в землю в открытый грунт а саму середину которая вот у нас сам самого материнский сам куст я этот куст выкидываю друзья высаживаю молодые растения на в открытом грунте уже друг от друга до 15-20 сантиметров но это мы будем весной разговаривать я буду показывать как я делаю это если поросль это находится у меня в открытом грунте а у нас именно в горшках у меня эти хранятся на окошке хризантемки и вот такая поросль пошла то есть вегетативное размножение мы будем делать то есть это очень просто просто это дело благодатное так как они хорошо кореняются хризантемки помимо естественного разрастания в течение сезона и дальнейшего деления куста можно размножить хризантемы черенкования черенковать хризантема можно почти круглый год как ими говорила и оставлять маточники на зимовку или в подвале или в доме вот дом я занесла вот так сейчас у нас конец ноября пока мы не трогаем пока мы не подкармливаем могу дать совет если будут у вас хризантемы как бы в дом занесли и очень сильно вытягиваться мы можем что сделать в первую очередь можно сразу молодые вот эти хризантемки которые у вас пошли молодые побеги прищипнуть то есть я могу просто макушечки вот так убрать прищипнуть для чего это делаю для того чтобы моя хризантема меньше вытягивалась чтобы образовывался хороший пушистый полноценный куст чтобы больше было на моем кусту черенков так как уже пойдет из листочков пойдет из пазух новые черенков новые по два будут то есть на каждого допустим на каждом кустике мы прищипнули два листочка 3 или 4 уже пойдет 4 череночка который мы потом можем то есть не один мы можем просто мы отщипнули укоренили да у нас будет один а с одного кустика вот с одного веточки с одной можно взять даже 4 черенка если мы прищипем от каждой пазухи пойдут еще одни череночки мы также можем от одного даже многое-многое также укоренить размножить и также если у вас есть какие-то более вытянутые но я держу в светлом месте в прохладном и светлом месте друзья потому что как бы если сильно жарко будет хризантемка будет вытягиваться это я по-моему прищипала некоторые уже прищипнуты будет хризантемка вытягиваться что не столь нам сейчас данный момент нужно и еще такой совет если уже так сильно у вас вытягивается хризантема можно воспользоваться препаратом атлет он замедляет рост побегов и способствует образование компактного кустика друзья попробуйте купите препарат атлет если уже у вас сильно поросль такая вытянутая посмотрите она мне не так сказать что вытянута вот такая низенькая поросль вот верхушечки обломила чтобы хороший куст нарастал компактный но если же все-таки выпустили такой момент и масс мало света очень хризантема вытягивается попробуйте препарат атлет вот таким образом я буду сохранять зимой для подстраховки особо ценных сортов хризантем буду эти же черенки укоренять от этих же черенков брать еще черенки укоренять и таким способом я буду размножить таким способом свой полюбившийся сорт при зимовке на окошке любимых сортов можно такому уже к обильному черенкованию приступать где-то мы будем с февраля месяца но сейчас еще рано поэтому мы выдерживаем светлым прохладном месте если у вас окна поближе к пластиковому окну обязательное проветривание не часто поливайте держите хризантемы в более таком в такой почве чтобы почва была не сильно влажная не часто не увлажняйте она не любит она может загнить этого не делайте я немножечко вот так рыхли у ее вот так если у вас появилась плесень друзья появилась плесень можно от плесени убороться посыпать сверху допустим им песок как то я не сталкиваюсь а плесень обычно появляется от избытка влаги поэтому в первую очередь можете убрать частый полив можно также посыпать сверху вермикулитом или перлитом вот так чтобы наше растение находилось в более комфортном более комфортной температуре и более комфортной почве поэтому очень главный важный момент не переувлажняйте чтобы наша хризантемка не заболела но вот и все друзья что им хотелось сегодня рассказать в своем коротком небольшом видео обзор моих черенков моих маточных кустов на которых уже появилась поросль сейчас мы также ставим эти хризантемка я буду ставить светлое прохладное место для дальнейшего прорастания пока мы их не трогаем то есть если я показываю укорененные черенки друзья это черенки сразу с открытого грунта то есть сразу или с куста или с нижней поросли то есть я сразу и взяла и сразу укорнила сейчас те которые кусты мне находятся которые я сажала горшочки я пока с ними ничего не трогаю редкая редкий полив если вытягиваются прищепнула пока пока препаратом ответ я не пользовалась пока не считаю нужным и вот таком состоянии они находятся но вот и все друзья если вам мои видео чем-то интересны чем-то полезны подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить мои дальнейшие видео кликайте под видео на колокольчик вам всего хорошего прекрасного настроения до новых встреч на моем канале пока пока с вами была ленушка